В МВД по городу Твери журналисты вновь говорили о различных способах мошенничества. Таких преступлений не становится меньше, а сумма похищенных у тверетян денег начинается от 10 тысяч до 15 миллионов рублей. Способы одни и те же, но в любом случае они меняют либо конфигурацию фраз, либо представляются другими лицами. Нередко в квартиры тверетян заходят мнимые работники газовой службы, электрики и сантехники, навязывая ненужные услуги, либо просто похищая деньги. Жертвами таких негодяев чаще всего становятся пожилые люди. Под предлогом проведения каких-либо работ, которые по сути не нужны для граждан, они мошенническим способом изымают у наших граждан денежные средства, либо совершают просто кражи. Приходят когда вдвоем, один путем отвлечения гражданина, а второй совершает кражи. Пенсионеры чаще ведутся на звонки от мнимых сотрудников правопорядка и других государственных структур. Сейчас уже звонят под предлогом от сотрудников ФСБ, от сотрудников полиции с целью обезопасить свои денежные средства, что по их счетам происходит незаконная операция в связи с переводом денег на СВО. И люди воспринимают как должное. Если это от органов власти, значит надо так сделать. И они не подразумевают даже, что это просто новый вид мошенничества, что просто одну историю заменили на другую. Поэтому профилактическая работа должна проводиться регулярно. То есть если мы не рассчитывали, что мы месяц-два, и мы закроем вопрос и победим это. Нет. Они совершенствуются, и зачастую методы и способы различны. И каждый раз они новые. И как бесконтактный способ мошенничества, так и контактный. Контактному мошенничеству часто привлекают молодежь, мечтающую заработать быстро и много. Сотрудники колл-центра, которые звонят как потенциальным потерпевшим, так и молодым людям, которых они увлекают в преступную деятельность, они с психологической стороны очень хорошо обрабатывают. И зачастую осознание приходит, что ты стал жертвой мошенников уже через продолжительное время. Либо от родственников узнаешь, что это не может такого быть, либо узнаешь, откуда ты из СМИ. Еще раз напоминаем, подростки, вовлеченные в преступную мошенническую схему, привлекаются к уголовной ответственности. А то, что мошеннических курьеров в Твери успешно ловят, говорит статистика. На территории города мы на сегодняшний момент имеем два нераскрытых преступления. Но зачастую такого вида мошенники используют потенциальных своих потерпевших также дропами, давая им указание, что если вы хотите вернуть свои деньги, вы должны следовать нашим инструкциям. И они также перемещаются из города в город или из субъекта в субъект у наших потерпевших потенциальных, забирая денежные средства и переведя их на определенные банковские счета. Окончено производством 201 преступления, которые были совершены на территории города Твери и направлены в суд. Это 201 преступления, это общее количество с использованием информационных технологий, в частности, краж с использованием ЭТТ. 70 преступлений, раскрытые и направлены в суд. Мошенничество 22. Большой массив находится в производстве и сейчас продолжается расследование уголовных дел. Ограждая жителей Твери от мошенников, сотрудники полиции сотрудничают с другими правоохранительными структурами, банками, операторами связи. Во взаимодействии со всеми, с администрацией города, с администрациями районов, с управляющей компанией, проводим работу, доводим до населения возможными способами, руководство крупных организаций, которые расположены на территории нашего города. Особое внимание профилактической работе. До участкового полномочия проведено 1390 профилактических сходов с жителями многоквартирных домов в частном секторе, на которых присутствовало более 28 тысяч граждан. В рамках ежедневной профилактической работы до граждан доводится информация о способах совершения мошеннических действий. Раздаются информационные материалы, листовки с профилактической наглядной информацией. Листовки размещены на стендах во всех высших учебных заведениях, средних и дошкольных общеобразовательных учреждениях, крупных предприятиях, организациях, больницах. Работа по данному направлению и деятельность продолжается и находится на особом контроле. Эта работа приносит результат. Очень много граждан, которые обращаются, и они, понимая, что с ними общаются мошенники, обладая информацией как от нас, так и средств массовой информации, они приходят к нам и доводят эту информацию, пишут заявление, информируют нас. Сотрудники полиции еще раз напоминают вам правила элементарной безопасности. Не отвечать на звонки с незнакомых номеров. И прежде чем что-то сделать, посоветоваться, либо позвонить в полицию, либо хотя бы позвонить родственникам и рассказать ситуацию, которая происходит, и что требуется в этой ситуации, как поступить. Никогда сотрудники банков, сотрудники сотовых операторов вам не будут звонить по интернет-мессенджеру и сотрудники силовых ведомств. Если вам звонят по WhatsApp, по Telegram, по Viber, сигнал, с большей долей вероятности мы говорим о том, что это звонят мошенники. В среду, 17 июля, в прямом эфире программы «Тема дня» сотрудники полиции и работники банка раскроют мошеннические схемы и расскажут о том, как противостоять преступникам. Вечером 10 июля на территории Центрального района Твери прошел совместный рейд сотрудников полиции и членов Общественного совета при ОМВД России по Тверской области. Мероприятие организовано в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, профилактики, пресечения, выявления и раскрытия преступлений и правонарушений на территории областной столицы. Полицейские, патрульно-постовые службы, участковые и полномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних у ОМВД России по городу Твери проверили главные пешеходные улицы Трехсвятская и Бульвар Радищева. Сотрудники полиции при участии общественников проверили законность нахождения иностранных граждан на территории России, а также сдокументировали административное правонарушение по статьям появления в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Прямое взаимодействие представителей общественности и полиции способствует укреплению институтов гражданского общества и развитию государственных функций, в том числе функции правоохранительной, подчеркнул член общественного совета при ОМВД Евгений Калёкин.